В этот вечер в Центре детского творчества «Импульс» работали 4 мастер-класса по изготовлению народной глиняной игрушки. На одном из них школьники занимались росписью заготовок. Дело непростое. Прежде всего, нужно правильно нанести основу, побелить изделие, иначе рисунка не получится. Увлеченные своим делом, дети даже не замечали присутствие нашей съемочной группы. В соседней комнате ребята знакомились с филимонковской игрушкой. Задание – смастерить кошку. Мы свою кошечку должны очень-очень тщательно выголодить. Вот так вот пальчиком убираем все бугорочки, убираем все трещинки, делаем ее гладенько-гладенько, как кусочек мумилая. У меня все выголодит, все получается, все красиво, ровно. Заглянув в другой кабинет, мы очутились в мастерской каргопольской глиняной игрушки, которая сегодня по праву занимает одно из первых мест среди российских народных промыслов игрушки. Ребята трудились над тени толкаем. Конечно, у кого как получается, но кто внимательно слушал, у того все получилось. Внимание, усидчивость и старание – вот что необходимо для работы с глиной. Прежде нужно представить будущую поделку, а в процессе работы важно смачивать руки водой, иначе глина будет трескаться и ломаться. При начале любой работы надо любить ее изначально. Хотеть и очень желать сделать что-то из глины. И саму глину уважать, потому что она очень такой благородный, хороший материал. Пожалуй, сделать колокольчики стало самым сложным для школьников. Работа тонкая, стенки должны быть одинаковой толщины для звучания. А язычок так вообще норовил все время выскочить. Было сложно. Уши было сложно сделать, и нос. Сначала у меня не получился звонок. Он у меня не круглым вышел. Он у меня все время упадал и падал. Кому наградой, а кому и утешением стало приглашение на спектакли театральных коллективов. В одном зале давали повтор спектакля о домовенке Кузе, а в другом состоялся премьерный показ мюзикла «Волк и семеро козлят на новый лад». Свободных мест не было ни в одном из залов. О, теперь мы слышим сами, это голос нашей мамы. Это мероприятие, состоявшееся во второй раз, стало своеобразным днем открытых дверей. Первая встреча у нас произошла 26 марта. У нас пришло очень много детей, порядка 180 человек. У нас было 6 мастер-классов, мы показали два спектакля. Очень много пришло к нам родителей, им очень понравился мастер-класс. В планах продолжить встречи. Они будут проходить ежемесячно в течение всего следующего учебного года. Юные и взрослые горожане смогут познакомиться со всеми объединениями центра и увидеть все театральные постановки коллективов. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.